Этапом украинской серии А по карате Катана Кап в Черноморске очень гордятся. С каждым годом турнир собирает все больше спортсменов со всей Украины. На четвертом традиционном кубке география расширилась, добавились новые страны. В Черноморске есть известный клуб Катана, который по итогам прошлого года стал лучшим клубом страны, заняв тем самым первое место среди всех клубов. Такой был критерий отбора. И Одесская областная федерация карате стала лучшей признанной в Украине по итогам 2018 года. Также сегодня мы принимаем в Черноморске турнир, международный турнир Катана Кап 2019, на который приехали представители, естественно, всей Украины, кто могли приехать, и клубы из Израиля, Азербайджана и Молдовы. Турнир с каждым годом, как и все, украинское карате и украинская федерація, изменяется в позитивную сторону, додаются технические новинки. Вы знаете, сегодня, сейчас, в данный момент, иде онлайн-трансляция. Из всех майданчиков можно поделиться, не перебиваясь здесь, успешно следовать за всеми перипетиями того, что происходит на Татане. Очень ощутимая помощь в плане предоставления материальной, это приобретение наград, дипломов, оформление зала, аренды зала. Это очень большая помощь, как города, как порта и других организаций, которые участвуют в оказании нам всяческой поддержки. Воспитанница клуба и подопечная Александра Танкашкура Анита Серегина на прошлой неделе привезла золото и бронзу с евро в Испании. Для представительницы Черноморска это дополнительная возможность в борьбе за олимпийскую лицензию. Вид спорта, который вошел в олимпийскую семью на 2020 год, это тоже очень важно, что в Одесской области появился еще один вид спорта, тем более много лет идет развитие этих видов, очень много спортсменов. На сегодняшний день две ведущие спортсменки Одесской области, они входят в состав олимпийской сборной. Обе они на протяжении уже двух лет получают стипендию областной администрации за высокие спортивные результаты. Это и Анита Серегина, и Анжелита Терлюга. Ну и, конечно, мы очень рады, что именно у нас в области работы старший тренер сборной команды Украины по карате Александр Танкашкур. И я должна сказать спасибо огромное тоже областной федерации, Алексею Каханцу, которая прикладывает массу усилий для развития этого вида спорта. Сама спортсменка рассказала, что не привыкла в команде драться первой, возможно, поэтому и уступила. Но с двойной энергией болела за своих, в итоге именно наши девочки стали первыми. Ну, это уже не первый чемпионат Европы, поэтому уже как-то чемпионат Европы проходит более спокойно, как психологически, так и эмоционально. Но этот чемпионат Европы был очень важный, потому что такие последние полгода были сложные. Ну, ты сам знаешь, у меня не выигрывало медали. И здесь сейчас сразу две медали привезти для меня – это очень было важно. И как бы не только это эмоционально было очень приятно, я была счастлива, но и для моих дальнейших выступлений это очень важно, потому что все-таки медали дают спортсмену уверенность в себе и выступления на татаме, поэтому я очень рада, что я привезла оттуда и бронзу, и золото. Это как бы дает мне такой толчок к следующему важному турниру. Мало того, что мы к этому долго шли, Анита Серегина выиграла лицензию на Евроигры, и в конце июня мы будем там представлены в категории до 61 килограмма, поэтому думаю, что шансы есть у нас очень большие, мы для этого будем работать. Ну, а этот турнир – это прежде всего для нас, для нашего клуба. Это пункт номер один, в котором мы проводим организацию и популяризацию данного вида спорта в городе Черноморске. Теперь чемпионки Европы из нашего региона Анита Серегина и Анжелика Терлюга присоединились к одесситам, которые поедут на Европейские игры в Минск. Стрелкам – Ане Ильиной, Виктории Маловичко и Николаю Мильчеву. Одесса надеялась на девочек. Мы планировали, слава богу, все получилось. Будем представлены уже, уже пять человек, у нас отобралось на Минск. Ждем сейчас прибавления, увеличения команды. И надеемся, что на Европейских играх еще добудем лицензии на Токио 2020. На самом же Катана Кап при высочайшей конкуренции победила команда хозяев. У них 11 золотых медалей. На втором месте «Легион» с показателем 10 первых мест. На третьем «Тигренок» – 8. Чемпионы они обошли только на 3 серебра. Высокий уровень соперников и технику отметили даже самые юные участники. Я занял вот третье место. И сначала я проиграл мальчику с… Азибарджан. Азибарджан, да. Проиграл ему, конечно. Он был сильный мальчик, даже очень. Я ему проиграл, потом я дрался за третье. Я делал ката Гецаде Ич. Я выиграл поэтому ката и занял третье. Я подчеркнул, что нельзя, ну вот, делать, ну, надо делать, во-первых, выводы над своими ошибками. Я взял сегодня третье место тоже. Я без медали, но я забыл ее дома. Мне было легко, потому что я очень хорошо тренировался. И на фантоме было очень легко. Ката вообще легко. Теперь черноморские каратисты отправятся на международный турнир в Латвии, после чего планируется следующий этап серии А в Черновцах. Дмитрий Богомолов, Наталья Довбыш, телеканал «Репортер». Дмитрий Богомолов, Наталья Довбыш, телеканал «Репортер»